Сегодня мы начинаем наш очередной вебинар. Тема традиционно пока дом Skyway и строительство дома Spaceway. Но я бы сегодня начал наш сегодняшний вебинар, как всегда, с определенных новостей. И вот первое, я вот с начала недели, вторник, среду был в Минске, встречался со специалистами КБ, Анатолием Гардовичем Веницким. Вот были вопросы, которые надо было срочно там решить, обсудить и так далее. Но по ходу дела удалось еще выяснить некоторые нюансы, которые я посчитал необходимыми для вас довести. Потому что я на них споткнулся и есть предположение или возможно, что многие на это могут споткнуться. А именно, смотрите, значит в реестре, извиняюсь, в личном кабинете у нас есть раздел «Мои сертификаты». Вот, и те, кто у нас инвесторы уже со стажем, да и неважно со стажем ты или нет, возникает ряд вопросов. И у меня был конкретный тоже вопрос, потому что достаточно длительное время у меня закрывались несколько там, целый ряд инвестиционных пакетов. Вот, и они как бы должны были, в сертификатах они уже прошли, а скажем так, там в этом самом реестр не было видно, что они перенесены в реестр. Хотя была отметка сделана, что в списке, что, значит, переведены в реестр. Я смотрю, смотрю, никак не могу найти. И смотрите, что, значит, получилось. Начало смотреть. Вот у меня тут более длинный список. Сейчас одну минуточку я возьму стрелку. Смотрите, значит, есть такая возможность увидеть, значит, мой, выписку из моего состояния моих дел в реестре, да. Вот она здесь написана. На 20.04. на сегодня я вам сделал скриншоп. Вот. И регистр акций компании «Евроазиан» «Рейлсковей Системс Холдинг ЛТД». И вот у меня он все время стоял, там определенное количество было в портфеле акций, вот, номер акций, там, тотальное количество. Вот. И что важно, смотрите, значит, я беседовал с Денисом Юницким, и мы еще раз, как бы, ну, отметили очень важное, что надо знать. И это как разговор о том, что многие люди спрашивают, а зачем, вот, вот, а что делать, паспорт сменил, а что делать, жилье сменил, или переехал, или женился, или вышла замуж, там, или человек ушел в мир, ну, и так далее. Смотрите, что здесь важно. Видите, здесь на моем примере, окей, важно, с одной стороны, это то, что является, ну, в какой-то степени имуществом, имущественной вещью, это акция такой, по такой номер, да, общее количество такое-то. Ну, моя фамилия, ну, пардон, фамилию я могу сменить, независимо от того, ну, вот, взял, вот, сменил, например, по российскому законодательству в год можно несколько раз менять, у нас в Эстонии тоже, я не знаю, в год сколько можно менять, но менять можно фамилию, имя, абсолютно возможно. Адрес тоже могу менять, уже говорили об этом. Имейл, может быть, вообще дюжина имейлов и так далее. Вот чего нельзя изменить, а дату рождения и место рождения, видите, место рождения и дату рождения. Поэтому это очень важный идентификатор, вот, и с одной стороны акции, с другой стороны человек, у которого дата рождения такая-то и место рождения такое-то. Остальное все может меняться, но это можно подтверждать через реестр. И через реестр это можно подтверждать, там можно изменять, и эта работа реестра такова и есть. При подготовке к переходу на, или к выходу на IPO, там будет, значит, готовиться и независимый регистр, который будет к тому времени определен, вот, и это все там, как бы, отображается. Поэтому не стоит волноваться, что одно, другое или третье событие произошло. Надо просто спокойно в реестр давать соответствующие сообщения и идентифицировать себя, ну, на конкретный какой-то момент. Если изменения происходят, то изменения эти надо делать. Теперь обращу ваше внимание на следующее. Так вот, возвращаясь к своему случаю. И вот я жду, 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 смотрите, здесь у меня еще аж апрель прошлого года, там, самое нижнее было у меня там где-то ноябрь прошлого года. Смотрю, нет и нет, а у меня там уже несколько пакетов давно закрылось и так далее. Вот, ждал, 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 и вроде бы мне уже в Капитале тоже, мы задавали этот вопрос и к генеральному или директору Кудряшову. Вроде говорят подготовили, вроде говорят передали. Но что самое важное, дорогие друзья, я не знал, что можно, существует еще вторая страница. Надо смотреть, что там ниже. Вот, я тупо заходил, а оказывается с 4 числа, видите, 4 апреля уже занесено следующие мои инвестиции. Вот видите, 4 апреля, то есть пакет был передан, передан, вот, в реестр занес, потому что сейчас передается большими порциями в реестр. И смотрите, тут второй нюанс есть. Пошло опять регистр, но эти уже инвестиции пошли в Евразен, Рейлс Кавейсистен Холдинг 2. Видите, здесь двойка стоит. То есть идет регистрация акций уже в реестре второй компании. Вот, все остальные данные здесь те же самые. Вот, и таким образом обращаю ваше внимание на это. Это такая новость, хорошая новость, чтобы люди не путались. Вот, у кого здесь побольше, у кого поменьше, но тем не менее, значит, важно, что такие вещи есть. И это важно, здесь внизу подпись стоит. Значит, видите, у меня где-то здесь, а, вот у меня здесь есть, значит, смотрите. Здесь есть такая подпись, да. Вот, внизу печать, вот она здесь, и Анатолий Веницкий подписывается. Вот это одна такая важная новость. Теперь, значит, что следующее важное. Смотрите, очень важна такая вещь, как, что происходит сейчас в Индии. Давайте посмотрим. Следующий вопрос. Индия. Я не знаю, кто следит, кто не следит. Хочу просто обратить ваше внимание, что в Индии нашим партнером является штат. Это объявлено во всех информационных источниках наших есть. Но я здесь хочу ваше обратить внимание на несколько вещей. Штат Эджаркханд. Это города между городами Ранти и Джамшетпур. Расстояние 125 километров. Вот эта трасса сейчас будет развиваться. Нет звука. Анатолий, звука нет. Почему нет звука? Звук есть, должен быть. Посмотрите, что-то у вас там не так. Анатолий. Посмотрели? Есть звук? Есть у всех, видите? Значит, вам надо там, Анатолий, самим что-то делать. Значит, смотрите, дорогие друзья. Таким образом, эта трасса одна из них, плюс там эко-технопарк, который будет строиться, его подготовка идет. Но важно здесь не это, эта информация есть. Смотрите, на какую благодатную почву попадает наш проект. И не случайно, тьфу-тьфу-тьфу, как говорится, он, ну, как бы, вот, казалось бы, его сидели и ждали. Так она и есть. Оказывается, что в Индии есть государственная программа общая, а впереди планеты индийской всей идет как раз вот этот штат Джаркхан, где у них общая государственная концепция все города перевести в статус умного города. Если вы представите, каковы города Индии, то можете представить, какой длинный у них путь. Но они начали этот путь. Что такое умный город вообще? Значит, одним из таких умных городов, мне легко говорить, потому что я знаю, что происходит в Финляндии. В Финляндии вообще концепция, государственная концепция есть такова, что стать первым, как когда-то они были со своей Нокией первыми, стать первыми среди планеты всей с так называемой, как бы, решением задач умного города построения. Что такое умный город? Они поставили задачу к 2050 году, а Индия, там у них есть свои сроки, у них есть свои этапы, но концепция умного города существует. Существенное в этих концепциях, первое, это энергосбережение. Не менее, не ниже колосса Б. Это значит, что на один квадратный метр площади любого здания, это административный, это детский сад, это какой-то, это театр, это, допустим, тот же самый, какое-то административное здание. Я уже не говорю о квартирах, о жилых зданиях, да. Это значит, что класс Б, это не более 60-110 киловатт-час на один квадратный метр в год, в год. Вот, то есть это очень маленькая, маленькая цифра. Почему я немножко знаю эту тему, мы лет, наверное, 7 назад здесь в Эстонии занимались. И на то время, как бы, аудит зданий, которые были построены ранее, показывал, что расход энергии на один квадратный метр в пределах 320-400 киловатт-час на квадратный метр в год, в год. То есть вы понимаете, да, что это в 5-10 раз почти меньше. Так что это очень серьезная заявка. Ресурсы сбережения, а это, причем, отопление, энергосбережение, это не только отопление, это и охлаждение здания, в особенности в Индии, понимаете. То есть энергии затрат, все равно энергии есть. А это значит, что здание должно быть достаточно, как бы, сберегающее энергетически, энергосберегающее. Ресурсы сбережения, то есть, как казалось бы, самая удачная технология, это уже строительство, вот, как раз, всех коммуникационных вещей, транспортных вещей, транспортных объектов, транспортных структур. Ресурсы сбережения точно обеспечены. То есть, далее, природа сбережения тоже обеспечена. Инфраструктура, ну, это лучшая вообще основа для инфраструктуры. Не надо улицы рыть больше. Все прокладывается по трассе, по транспортной трассе, по транснетовской системе города. Начинается выстраиваться транснетовская система города. То есть, это очень, скажем, выгодная вещь. И, окончательно, это безопасность. Безопасность всякая, это безопасность, ну, террористическ, против терроризма, против каких-то там воздействий, того же самого, скажем, инфра-красного, инфра-ультрафиолетового воздуха, чистота воздуха там. Это масса разных, питьевая вода, это канализация, это все-все-все входит в безопасность, друзья. Так что это все не так просто, но, тем не менее, она нет. Есть еще целый перечень критериев, которые я не буду засорять сейчас в ваши информационные потоки. Но важно для нас то знать, что это концепция умного города, и это есть в Индии. Это то, что следует начинать применять всем по планете. И это как раз к разговору о том, к чему сейчас будем потихонечку с вами продвигаться. Это, значит, строительство или, скажем, каковым должен бы быть или мог бы быть дом Space Way, то есть так называемый коспический путь, к которому мы идем. То есть это следующая структура или следующий колоссальный планетарный проект, для которого одним из элементов, первым трамплином является Sky Way. И это мы начинаем понимать, и с каждым днем, с каждым годом это будет все существеннее и существеннее. Поэтому мы об этом говорим. Теперь следующее, дорогие друзья, смотрите, значит, что у нас здесь с вами очень важно сейчас в этом плане. А, еще один такой важный нюанс. Я сейчас перескочу в одну вещь. Сейчас, одну минуточку. Смотрите, еще важная новость, которую я хочу вам довести. Мы об этом говорили, это не новость. Но новость это то, что я здесь считаю сейчас существенным. Кто у нас знакомый ходит в чате целевые проекты, там я выставлял вот эту ознакомительную справку транспорта нового поколения на основе технологии Sky Way. Значит, что здесь важно? Важно не то, что, скажем, автором этой справки являюсь я. Куда тут стрелка делась? Почему стрелки нету? Нету стрелки, нету стрелки. Почему-то нет стрелки. Сейчас еще ее посмотрим. Не дает мне стрелку, но не важно. Важно здесь, дорогие друзья, то, что фактически существуют здесь основные особенности транспорта Sky Way. Зачем это нам надо знать? Смотрите, когда мы идем и знакомим кого-то с технологией Sky Way, мы эмоциональны. В большинстве случаев мы эмоциональны и думаем, что этого достаточно. Но практика показывает, что этого недостаточно. И что это значит? Когда я только эмоционален, но я не знаю существа дела, то информация не проходит. Мне не передать человеку. Это редко, когда из тысячи человек один только может попасть эмоционально на мою волну, и сработает эмоциональная связь. А связи информационной не произойдет. Она может быть позже. А в большинстве случаев, когда мы ходим кому-то рассказывать, говорить о преимуществах этой системы, мы мало знаем о преимуществах этой системы. Мы цепляем какие-то определенные элементы, и на этом думаем, этого достаточно. Поэтому вот эта справка, которая есть, я рекомендую ею пользоваться. Она все больше и больше, убеждаясь в этом, практика показывает. Она все больше и больше позволяет очень четко точку сконцентрировать, фокус собеседника. Четко, городской транспорт, визуально сразу все видно. Что такое, какой? Грузовой транспорт, видно. Сверхскоростной, видно. Туристические развлекательные средства передвижения, тоже видно. Что дальше? Значит, дальше начинается у нас следующее, значит, смотрите. Каковы скорости, что есть? И самое, дальше идет уже объяснение, значит, что технология Скайвей признана там-то, или где мы находимся, какие мы этапы прошли и существенные происшествия, которые за это время произошли. И начинается перечисление, вплоть до того, что ведется подготовительные предпроектные работы по проекту создания надземной кольцевой трассы города Москва. Протяженность столько-то, столько-то. Проекты все, все, что здесь есть, это факт. Ближайшие, тут может быть, что ведутся там разные там семинары, ведутся. Это все дополнительно, существенно, то, что здесь изложено. Оно убедительно показывает факт, есть факт. Все, это все можно потрогать рукой, увидеть, обосновать, посмотреть. Это никакая там, трудно меня, если я об этом говорю, обвинить в потемкинстве, что масло ты хоть и масло, но ты пытаешься здесь потемкинскую деревню. Нет, это все реально есть. И это дает мне основание, дает мне право об этом утверждать и с человеком беседовать, ну скажем так, в определенной позиции. Далее идет краткий перечень основных проблем, решаемых технологий, очень важный вопрос. Мы зачастую путаемся, даже я грешу иногда, когда нет этой, как бы, шпаргалки под рукой. Все эти вещи есть, и она очень четко и хорошо работает. Далее смотрим, что есть еще. Конкретные преимущества, очень четко. Ее можно в виде таблицы изображать, как угодно можно, третий пункт. Но самое важное, самое важное, друзья, это капитальные затраты в сравнении с другими. От 150 до 1750 процентов. Ну слушайте, как раз вписывается в концепцию Индии, как раз вписывается в концепцию той же самой Финляндии. Для начала хотя бы только. Эксплуатационные расходы, это очень важный показатель. Он очень хорошо, как бы, показывает при сравнительном анализе инвестиционной привлекательности проекта, по сравнению с трамвайной линией, неважно, с любой другой. Так, сегодня мне, например, прислали, бразильцы прислали интересный видеоролик. Там есть транспортная система, которую как бы бразильская ветвь Сименса разработала. Когда я начал смотреть, что это такое, это, значит, железобетонный желоб. Вот я постараюсь, к сожалению, у нас YouTube не дает возможности в Мирополисе здесь выставлять вам видео. Вы чувствуете, да, что мы начинаем каждый раз без видео. Вот. Но там я вот посмотрел, и вам не могу, к сожалению, показать. Это элементарный, поднятый, да, ходит на второй уровень транспортная система, структура. Но это железобетонный желоб, рельсы в нем уложены. Там есть, правда, интересное решение, как поезд двигается, так вот. Но фактически это желоб и рельсы, и ничего более. Там с устойчивостью. Устойчивость обеспечивается за счет того, что он достаточно широкий, очень широкая колея. Так, все, ничего больше нового нет. Просто поднято, но требует очень большого расхода бетона, потому что желоб. Естественно, это требует укрепления, ресурсосберегаемость низкая. Я полагаю так, что и эксплуатационные расходы очень высокие. И самое важное то, что, смотрите, если мы будем смотреть, что это не в разном климате еще и пойдет. Я представил, что этот желоб должен быть заполнен снегом, и как его чистить. Это отдельная история. В южных странах вполне могло бы пойти. Поэтому, смотрите, загрязнение окружающей среды у нас такое, это такое. Возможная схема подхода к применению предполагаемого результата. Для чего это говорю? Понимаете, это для того, чтобы еще кроме эмоционального заряда, у нас был бы и информационная база, когда мы идем разговаривать с людьми и стараемся стоять за делом Skyway. Это очень важно, и я рекомендую вам этим делом пользоваться. В Киеве хорошо проработали с кабинетом. В головной огромное количество вопросов у партнера. Приходит много задавать вопросы в службу поддержки. Много. Так, 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 так. Особо партнеров, купивших акции до года. Мы не покупаем, друзья, акции. Ну, до какого там июня 2016 года, может быть, и покупали. Оставить ссылку. Хорошо, хорошо, Ярослав. Значит, на эту справку. Вы, Ярослав, есть там в этом самом чате проектов? Сейчас я посмотрю. Так, сейчас справка, справка. Домская вещь. Сейчас, сейчас, сейчас. Посмотрите, у вас должна сейчас появиться возможность эту справку здесь скачать. Окей. Идем дальше, друзья. И таким образом, здесь дальше есть еще, значит, другие вопросы. Вот. То есть там, как сотрудничать в четвертом, есть шаги, как модель, да. Дальше идет приложение. В виде таблицы по сравнению с какими-то другими системами, да. Ответы на вопросы, которые где-то разбросаны везде. Вот они сюда были собраны. Рельса струны. Есть ли гарантии того, что проект завершится успешно. И так далее. То есть, эта справка, я только лишь для того ее привел. Не для того, чтобы вам тут нравоучения какие-то учить. Просто мой опыт показывает, что, дорогие друзья, одного эмоционального заряда мало. Нужно компетентно еще владеть и информацией, ее наработать у себя. И тогда, как говорится, вам не будет цены в плане волонтера и продвигателя дела Skyway по всей планете. Окей, хорошо, я дам ссылку вам потом. Так, теперь вернемся обратно к тому, что у нас есть. Смотрите, друзья. Планетарный дом Spaceway. Я, к сожалению, после последнего вебинара с пятницы был постоянно чем-то очень занят. Все время тут в пути, потом в Минске. Я готовился к Минску. Вот. И я мало смотрел, что у нас там в чате происходит. Но на прошлом вебинаре мы беседовали с вами о том, что мы планетарный дом Spaceway начинаем как бы строить. Тут разложены разные элементы. Вот. Но была просьба, чтобы вы сами тоже подумали, что здесь возможно. Видите, вот если посмотреть по аналогии, есть дом Skyway со всеми его элементами, комнатами, да. А Spaceway это что-то более большое. Где дом Skyway это только один маленький дом. Или одна комната в большом количестве комнат Spaceway. Это мое такое системное представление этого дела. Может быть что-то и иначе. И я просто повторюсь, что этот метод строительства такого дома, он дает возможность систематизировать и понять, а чем мы вообще занимаемся и в какое дело мы ввязались с вами. Вот только лишь для этого, дорогие друзья. И теперь, значит, смотрите. Беседа. Дальше я пойду по мере того, что Индия у нас была. По мере того, что сейчас очень важно знать. Прошлый раз мы с вами говорили, что планетарный или Spaceway это уже планетарный проект. Да, Skyway тоже планетарный проект. Но он первый шаг к великому планетарному проекту. Он дает базу для дальнейших развитий. Но впереди выход, выведение всей промышленности, всего, скажем, так называемого, вредительского производства на околоземную орбиту. Это непростое дело. Но, как говорит Анатолий Дарвич и подкрепляет это данными, для этого сейчас уже сегодня на Земле все ресурсы есть. Нужно только скоперироваться. И вот интересно такая вот, я, значит, когда мы с ним беседовали в Минске во вторник, то по другому поводу мы подошли к этой теме. И я сделал следующий вывод, что как бы мы сегодня не бились бы, как бы мы сегодня не старались перестроить или, скажем так, навязать кому-то, или постараться кого-то убедить, даже не навязать, а постараться кого-то убедить, существующие организации, существующие системы перестраивать очень непросто. И лучшим средством является не убеждение и какое-то обоснование, а делание и через это показывание того, что, видите, вот таким путем можно идти. И вместе как раз и пришли к тому, что это значит, надо просто, значит, последовательно строить Скайвей, накапливать ресурс и переходить к образованию и к операции, к созданию единства на этой базе именно с платформы, с платформы именно Скайвея, и чтобы прийти к иному отношению, и к природе, и к полезным ископаниям. Ископаем. Создание единого планетарного ресурса. Иначе этого не сделать. Понимаете, да? Нужен единый планетарный ресурс, нужны единые подходы к перераспределению средств существующим организациям и институциям, к тому же самому ООН. Например, трудно сегодня прийти и сказать, дорогие друзья, надо делиться. Все сразу очень сильно возмутятся. Вот. А когда к этому подготовиться и перейти в это, как бы на базе уже существующих каких-то наработок, это совсем другое. Создание новых, через это надо делать, через создание новых сообществ, через реализацию проектов подобных Скайвей. Скайвей это только транснет, или так называемый, как был интернет, так и Скайвей это транснет. То есть это система передвижения материальных ресурсов, в том числе и материального человека. Передвижение той же самой информации, потому что это инфраструктура, в которой будут проложены кабели, световолоконные кабели какие-то, может быть еще какие-то другие структуры существуют еще, более современные технологии уже, кстати, да. Вот. И это все очень важно. То есть это объединение людей даст возможности экономическое, естественно, духовное, социальное, еще целый ряд других вещей. Поэтому это все надо учитывать, дорогие друзья, когда мы с вами говорим и представляем в своем, как бы, в виртуальном мире, представляем на тонком плане, то, куда мы стремимся. Да, может быть кто-то стремится к тому, чтобы у него все было бы в холодильнике, чтобы у него было чего почитать, было бы с кем поболтать, было бы куда сходить на рыбалку, и это тоже нужно. Вот. Но есть основания предполагать, что это немножко мало, ибо мы с вами очень долго стояли в длинной очереди, чтобы оказаться в это время, в этом месте, вот именно вот это время перемен. Это очень непростое время, у нас есть шанс. Давайте им пользоваться. Для этого мы здесь с вами и говорим об этом, дорогие друзья. Да, правильно, Евгений. Сначала, да, можно и так обсуждать, что сначала Skyway и средства, и не только деньги, но и то, что существует инфраструктура создания уже Spaceway, то есть следующего шага. Поэтому смотрите, что дальше. С чего начиналась вся вот эта, значит, идеология Spaceway? Это выписка или это выдержка из техники молодежи, если я не ошибаюсь, право на воображение, пересадочная, спичка, кольцевая, Анатолий Юницкий, видите, здесь написано, да? Вот. Вот уже определенные схемы были, то есть она была построена на основе, и вот эта кольцевая система должна была подняться во всей этой самом комплексе при определенных условиях. Тут заложены были идеи, были модули, модульная система и так далее. Что дальше? Где мы находимся и куда мы идем? По идее, это есть на чате у Анатолия Юрьевича Юницкого, вот есть изображение, видите? Если посмотреть, чтобы себе представить, что это такое, это так называемое кольцо, как у Сатурна, да, кольцо, которое опоясывает весь земной шар на определенной высоте из каждой конкретной точки, вот, и представляет из себя целую систему различных элементов, структур, производства, там, все что угодно. Это общепланетарное транспортное ОТС, общепланетарное транспортное средство. Есть уже определенное видение, как сюда попадать и так далее, потому что не на космическом корабле это делается, это отдельные специальные устройства, которые это будут осуществлять. И вот здесь можно увидеть так называемое, видите, как бы идет, представьте такую линию вокруг всей Земли, да, и вот он начинает потихонечку подниматься. Там существует внутри взаимно в разные стороны двигающиеся два кольца, если представить, бублик вокруг Земли, земного шара, и он начинает преодолевать, значит, усиление земного притяжения, вот, и поднимается, поднимается, поднимается и поднимется до определенной высоты. И там будут осуществляться все технологические операции. Так, что у нас тут такое, извиняюсь. Дальше. Вот какой-то один из фрагментов, уже будущее, это весь визионировано, да, где это какой-то производственный модуль, который находится вот в одном из элементов кольца. Это кольцо одно, второе, там может быть несколько таких кольц, вот, которые будут взаимодополняться впоследствии. То, что я показал, это первое, первый, как бы, кольцевой пояс, а их может быть несколько, их может быть несколько, видите, здесь уже существует различное, как бы, свизионировано. Вот. То, что приведены картинки, значит, это, как бы, свизионировано, там, на Марсе, там существует тот же самый Элон Маск, и мировое сообщество рвется, сильно рвется, везде рвется, той же самой России, в Финляндии, в Эстонии, все, мы скоро будем на Марсе. Ну, а дальше что? Что, мы сейчас загадим Землю, уйдем отсюда, что ли? Поэтому, дорогие друзья, на нас смотрит вся планета, и здесь нужно очень сильно потрудиться. Ну, все начинается с малого, которое сначала кажется малым. Вот, видите, неэффективность ракетного пути. Я не буду повторять Анатолию Даровичу Ницкого, сколько уходит при запуске одной ракеты, сколько сжигается озонового слоя. Это в объеме одной Франции примерно, да, если не больше. Вот, и сколько загрязняется окружающая среда и так далее, и так далее. То есть, это настолько неэффективно. А если это рассмотреть еще затраты средств энергии на подъем одного килограмма или одной тонны, то это вообще ни в какие рамки не идет. И теперь представьте, что ракетами будет доставляться все там на ту же Луну, на тот же Марс и так далее. Сколько это времени займет, во-первых. Во-вторых, насколько это утопично. Конечно, в будущем когда-то, может быть, это и нужно будет делать, но сначала давайте приведем свою матушку Землю в порядок и обеспечим безопасное существование нашим будущим поколениям. Если этого не сделать, грош нам цена, дорогие друзья. И у каждого для этого есть свой ресурс, свои возможности и свои желания. Поэтому, вот все эти вещи очень важны, дорогие друзья. Теперь вернемся обратно с вами к тому, что такое дом Spaceway. Технология. У нас есть технология. У нас есть технология. Давайте не привязываться, просто будем считать, что есть элементы, просто технология. Есть транспортные проекты. Это как бы важно для того, чтобы разработать новые технологии. Потому что есть пока разработаны определенные элементы Spaceway, но в целом технологии еще не доработаны. Там нужно еще очень сильно поработать. Нужны сотни миллионов, миллиарды средств, чтобы эта технология была доведена до состояния ее сертифицирована, правильно. Чтобы ее можно было использовать. Масса возможностей. Есть какие-то объекты инвестиций. Но что-то еще должно быть, понимаете. То есть, должно быть определенная социальная база, определенные организационные предпосылки. То, о чем вот здесь говорится. Смотрите. Значит, видите, здесь организациям и институциям. Иное отношение, иное построение организации и институции. Я не знаю сегодня, если кто-то у меня спросит, а что будет с ООН? Ну, может быть, ООН будет АприО, надо что-то создать. Если смотреть глобально, да. Уже какое-то объединение на Земле есть. ООН же ведь был осознан для обеспечения безопасности. И регуляции процессов, которые происходят на земном шаре в начале эпохи. То есть, после мировой войны, в период холодной войны. И это очень важно. Но сейчас все значительно сложнее. И поэтому нужно много изменить. К институции. Создание новых сообществ. Объединение людей. Это экономическая, духовная, социальная. Одно дело просто декларировать. Друзья, давайте объединяться иначе. А совсем другое дело, когда... Как я в прошлый раз говорил, что... А давайте-ка мы перейдем на планетарную собственность. Всеобщего. Всеобщее. Всего сообщества. Собственность. Кто-то спросит, а как это? Где это моя здесь собственность? Как это на всеобщее? Нет, дорогие друзья. Здесь нужно подходить к этому. Скорее всего, с такой точки зрения, что то, что матушке Земле находится, это... И предположим, это находится в той же России, или предположим, это находится там где-то в Бразилии, там, или еще где-то в недрах Земли. Там образовалось это государство. Но то, что находится в недрах Земли, это собственность планеты. Это ее ресурс. И выпала на долю Бразилии возможность ее возделывания. Но если ты возделываешь, добываешь что-то, то, пожалуйста, плати в общую копилочку. Откладывать будем, будем накапливать эти средства. Только так можно прийти к какому-то экономическому объединению людей, государств, если угодно. Вы скажете, ну, это такое, знаете, ну, слишком утопично. Да, до того момента, когда мы, к сожалению, вдруг поймем, что другого хода нет. И есть два хода. Или застрелиться, пардон, да? Или же, значит, начать меняться и объединяться. Начать платить, откладывать эти деньги. Не на войну, а на то, чтобы совместно хотя бы даже построить тот же самый Spaceway, дорогие друзья, чтобы вынести эту всю, значит, как бы губящую природу промышленность на околоземную орбиту. Вы спросите, а там что, нет природы? Да, есть, конечно. Но там совершенно другие технологии, дорогие друзья. Там они совсем иначе. И для того, чтобы это вынести туда, тогда мы начнем думать не о том, чтобы больше произвести, а сколько нам сообща вообще нужно. И это касается всего металла, сколько нам нужно. Нужно ли столько металла? Ведь смотрите, ведь почему сегодня металлу надо много? Да, потому что изменилась концепция автомобилестроения. Хотя бы, как пример, строится много кораблей, которые перевозят товары по миру, да? Железом очень много, металла нужно. Вот. Но, вернемся к автомобилестроению. Если раньше автомобиль строился на 25-30 лет, то сегодня его закладывают 5-7 лет. Теоретически, а практически закладывается меньше. То есть, через такое-то время автомобиль, автомобильный, как бы, корпус теряет свою, свою, как бы, ну, эксплуатационную ценность. И поэтому их все больше, больше, больше старается произвести. Вот. И так далее, и так далее. То есть, я к чему этот пример привел? Для того, чтобы понять, что не нужно столько металла, не нужно столько продуктов. Вы скажете, их просто надо правильно перераспределить. Их надо сделать продуктами, которые... Это отдельная история. Это на Земле, там в космосе нечего выращивать пищевые продукты, да? Продукты питания. Хотя что-то там, может быть, и надо будет производить. Я не знаю сегодня. Технологии, нанотехнологии различные есть. Но, тем не менее, естественная натуральная пища, которая выращивается на Земле, она по другим технологиям должна выращиваться. У нас была одна из тем разговора, это гумус с Анатолием Эдуардовичем. Вот. И мне понравился его подход. Он говорит, вы знаете, у меня была другая какая-то технология, обратились люди, разработана в России технология. По всем элементам, казалось бы, правильная. Но вот гений Юницкого просто фантастический. Он сразу зацепил за слабое место. Он говорит, Владимир Иванович, вы же понимаете, что этот гумус, он... Да, он гумус, он в виде гранул, но его надо постоянно добавлять. Я так подумал, я говорю, ну и что? Говорит, так это то же самое, что удобрение. Его надо постоянно тоже добавлять. Но удобрение, оно... У гумуса единственный плюс, если это хороший гумус, что оно как бы воспроизводит естественный биологический процесс в почве, если она в этих самых гранулах. У нас гумус, которым мы занимаемся, говорит Анатолий Эдуардович, такой, который начинает сам воспроизводиться. То есть он определен в почве, и почва начинает восстанавливаться. То есть вырос один урожай, и почва готова уже к следующему. Да, конечно, говорит, надо производить определенный обмен. То есть в одну почву подряд 10 лет нельзя сажать, допустим, картошку, или там клубнику, или еще что-то. Надо определенный обмен вести. Но почва будет сама восстанавливаться. Я когда позвонил, мне сказали, да, это маленькая слабость. Вот разработчикам этой технологии, о которой я вам говорю, что да, у нас есть такая слабость, там вот надо время от времени добавлять. Но там есть возможности. Таким образом, видите, о каких вещах идет речь, когда мы говорим о общепланетарном. И смотрите, не нужно столько пищи в мире производить. Ее достаточно производится, но неправильно распределяется, дорогие друзья. А почему? Потому что мы еще слабенькие в духовном, в социальном смысле и так далее. То есть впереди стоят очень большие перестроечные моменты. И мы от этого никуда не денемся. Никуда не денемся. Объединит нас в этом деле, друзья, очень сильно объединит как раз не Индия, а Индия. Индия тоже является площадкой, с которой будет распространяться это все. Понимаете? Объединит нас в планетарный дом Spaceway. Или вот этот проект, к которому мы стремимся. И я все больше и больше вернулся. И вот на выходные где тут себе написал, есть над чем посидеть, тоже подумать. То есть, видите, вот такие вещи очень важны. И поэтому я с этим с вами поделился. Так, какие тут еще были вопросы? Прошу прощения. Да, правильно, Алексей. Для того, чтобы продавать, продавать, продавать и заставлять людей как можно больше. Это концепция, потребительская концепция, это элемент глобализации. Все построено на это, чтобы как можно больше продавать. Не важно, нужно, не нужно. Да, и причем я уже, ну я просто повторюсь, но повторить мне мать учения, что продукты, которыми мы пользуемся, пользуемся зачастую из сети, торговой сети, не рыночной. Хотя и в рыночной есть свои нюансы, да. Вот. Это продукты, которые, скажем так, они обеднены. Они вроде бы по виду продукт. А если мы посмотрим и разложим все, что в них есть, то мы постоянно голодаем. Только благодаря существу нашего биобактериального, биобактериальной среды нашего кишечника, там, всех внутренних органов, наше, как бы, наш организм дорабатывает сам на той базе, которую мы ему даем. Поэтому очень важно, как мы питаемся. Но это отдельная история, не тема нашего сегодняшнего разговора. Важно здесь отметить следующее, что продукты, которыми мы питаемся, которые нам втюхивают в торговых сетях, неважно от того, в какой стране ты живешь, везде практически одинаково, они обеднены. И я всегда привожу пример, что если 20 лет назад я съедал, человек съедал один банан, это не я придумал, это ученые об этом сказали, да, то это был один банан, я получил единицу продуктов там, того же самого белка, тех же самых углеводов, то же самое, значит, клетчатки, вот, и даже какое-то количество жиров, сахарозы определенные, да, то сегодня, чтобы получить эту единицу, мне надо съесть 18-20 бананов. Вы представляете себе это? Эту же самую единицу. Поэтому мы и начинаем больше есть интуитивно, у кого там ума не хватает, и так далее, и так далее. И поэтому мы постоянно недоедаем, хотя очень много едим. И здесь масса проблем, дорогие друзья. Друзья, фантастика. Да, Степан Кович. Так, есть еще вопросы у вас, дорогие друзья. Я сегодня вынужден закончить, потому что у меня будет сейчас совещание с Бразилией. Они не смогли там перенести на другое время. Мне надо немножко подготовиться. Так, готова ответить на ваши вопросы, дорогие друзья. Тут были вопросы? Так, Владимир, да, в рассылочку я вам этот документ сброшу. Так, хорошо, поработали с кабинетом. Поработали с кабинетом, правильно. Ну, все, я смотрю, нет вопросов у вас. Так, что у нас? Теперь я буду сейчас в нашем чате целевые проекты следить, что вы там написали. И будем с вами строить дом Spaceway, друзья. Это очень важный процесс, и по мере продвижения будем об этом говорить. Так, да, да, посмотрите, забейте, это метод, которым пользуются различные корпорации. Значит, его можно на английском языке, системный дом, по-моему, или том-система, systems house. Или же просто по-русски тоже забейте в Google, Google знает все. Построение дома-организации или что-то типа этого. Поищите немножко, найдете. Как строить дома. Потому что многие организации строят свой дом, собирают людей, он не обязательно такой. Это, как я в прошлый раз говорил, это дом, который построил я, как бы. Это мое видение, ну, такое образно, из элементов, которые очень важны для организации, да. Всемирные организации различные, организация в целом, но она состоит тоже из массы элементов. Вот, и поэтому здесь можно их по-разному, их можно и так расположить, их можно по-разному располагать. И говорить, что это элементы этой системы. И между ними строить связки. Да, да, Валентина, спасибо. Я там эту ссылку поставлю. А люди уже тогда, вы общаетесь между собой. Или кто хочет попасть на эту, на эту самую, на эту самую, этот самый чат. Здесь я сейчас напишу вам, значит, мой, мой скайп. И тогда я вам сброшу. Это мой скайп, я вас подключу. Просто напишите, прошу подключить к чату, кто будет обращаться, хорошо? Все, дорогие друзья, тогда, я так понимаю, что больше вопросов, пожеланий нет. Они есть, но они еще не выражены. Я думаю так, что мы с вами будем готовиться и встретимся в следующий четверг. Так, вот, всех благ вам, трудовых, семейных, личных. Да, значит, вопрос, готовимся. Против онлайнеров с судом такая история. Как раз я видел заключение, хороший вопрос, Степан, значит, вопрос заключения экспертов, независимое заключение. Это не компания, не юнистский заказал, не компания заказала, а суд заказал эксперту университетскому, и не одному, а нескольким. И там прямо каждое выражение написано, что это значит, и что это как бы чернит и заранее как бы необоснованное обвинение. Это звучит как необоснованное обвинение, которое наказывается. Не закончился, он в процессе, он в процессе. Я, к сожалению, сейчас не помню даты, но там не всегда даты даже известны, они сообщаются заранее, потому что сейчас собраны просто заключения экспертов. И похоже, похоже, что этот суд выигран. Самым лучшим подтверждением всему является наша с вами, как бы, забота и наш труд, дорогие друзья. И я в этом с каждым днем все более и более глубоко уверяюсь, как говорится, строй сковей, сплосай планету. Всех благ, до встречи, дорогие друзья. Я рад был с вами сегодня провести это небольшой. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...